В конце июня в Подмосковье откроется еще один участок центральной кольцевой автомобильной дороги. Протяженность отрезка, который тянется от Можайского до Новорижского шоссе, составляет 23 километра. Из них 11 километров реконструированной трассы А-107 и 12 километров совершенно новой дороги. С открытием этого участка город Звенигород и другие населенные пункты освободятся от транзитного транспорта. Практически на всем протяжении автомобильной дороги у нас уже установлены мачты освещения, светильники навешаны, установлены трансформаторные подстанции. Кстати, у нас здесь предусмотрены небольшие инновационные технологии, как применение светодиодных светильников. Применение данных светильников позволяет во время эксплуатации сменить энергоемкость объекта, то есть энергозатрату самого объекта, что приведет к удешевлению в процессе эксплуатации. Встречные потоки по всей дистанции разделяют безопасный металлический барьер, а интервалы замены покрытия обещают увеличить за счет современных материалов. Верхние слои устроены из щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерно-битумными вяжущими составами. Новый участок входит в состав пятого пускового комплекса центральной кольцевой автомобильной дороги, протяженность которого 76 километров. По нему будет осуществляться движение от Киевского до Ленинградского шоссе. Он проходит по территории Нарафаминского, Одинцовского, Истринского, Солнечногорского районов, а также городского округа Звенигород. Почти половина пятого пускового комплекса, а именно 36 километров, это свежепостроенные дороги. Старая существующая АС-107 представляла собой двухполосную дорогу. В результате реконструкции, в результате строительства СКАД-5 у нас появляется вторая дорога четырехполосная, второй категория, на которой у нас пять транспортных развязок, 31 искусственное сооружение, из которых пять – это пешеходные переходы, один из них – подземный пешеходный переход. Также у нас три искусственных сооружения с экопроходами для пропуска миграции диких животных. Движение по пятому пусковому комплексу, кстати, единственному бесплатному участку СКАД, запустят уже в этом году. Что же касается центральной кольцевой автомобильной дороги в целом, то она откроется не раньше, чем в 2021 году. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...